Ну что, сегодня мы с вами накрасимся. Накрасимся так, как я была накрашена в видео про обзор каталога номер 18. Что там необычного? Да, собственно, ничего, кроме того, что я по водной линии подвела немножко каялом и была накрашена синим вот этим каялом. Повторю, я сначала думала повторить то, что я тестировала из новинок, но новинки у меня еще сейчас есть в полном наличии. А пудра, которая была использована в том макияже, у меня заканчивается. Ее осталось вот буквально на один, наверное, или на два раза, поэтому я вам ее уже не покажу, а вам это будет интересно, потому что мне кажется, эту пудру покупают не все и не знают вообще, для чего она существует и как ее применять. Поэтому сегодня именно повторим, я даже надела ту же самую одежду, чтобы, как сказали, сочетается хорошо помада. Вот будем сейчас все это повторять. Ну и первое, что я сделаю, я нанесу сейчас на области, где пигментация. Лиловый корректор оттенок 6180 из линейки Skyline. И он у нас как раз предназначен для того, чтобы маскировать пигментацию. Я буду краситься в зеркальце, на камеру неудобно. Ну и просто разношу его по тем местам, где у меня еще до конца не ушла пигментация. Но, кстати, с возрастом она и полностью никуда не девается. Если раньше наступала осень и зима, и все это уходило полностью на нет, то сейчас уже такого не происходит. Когда тебе уже 40 с хвостиком, процессы, видимо, все замедляются уже, и такого исчезновения волшебного не происходит. Дальше я беру тональный крем. Пользуюсь сейчас именно вот этим CC кремом SPF 15 в составе. 62,45 у меня артикул. И я всегда считала, что это самый светлый оттенок. Но нет, это не самый светлый. Это, наверное, средний. И лицо немножко у меня еще желтит после летнего загара. Поэтому я его сейчас использую. И, кстати, расход у меня достаточно большой. Не знаю почему, быстро очень используется. Может из-за того, что кистью, хотя другие тональные так не используются. Ну и посмотрим сейчас, как он замаскирует. У меня вот здесь образовалась звезда в лбу как раз к тому времени, когда нужно делать макияж. Ну и с другой стороны это хорошо, потому что мы с вами посмотрим, нужно ли ее перекрывать дополнительно. Я сейчас на это место маленькую капельку нанесу мы им на слои. Здесь тональный. Все-таки он CC, да, переводится как Color Correction. То есть он должен хорошо перекрывать и должен корректировать все недостатки, которые есть на лице. Ну, по факту мне нравится этот тональный. Он немножко жирноват. Возможно, кому-то покажется. Но я уже не первый раз его покупаю. Я его покупала еще давно, когда он у нас был в каталоге, потом пропадал. И вот после того, как он пропадал, я заново его приобрела по старой памяти. Кстати, тогда он наносился гораздо хуже. Если вы с тех пор не брали, то вот этот тональный наносится гораздо лучше. Может быть и за счет того, что я сейчас пользуюсь кистью, а раньше я наносила тональный пальцами. Так, ну вот здесь тоже как раз для того, чтобы макияж снять, еще два товарища пришли вместе вот с этим. В общем, есть что замаскировать и мы сейчас посмотрим. Ну, вот одна щека у нас без тонального, другая с тональным. Мне кажется, разница просто колоссальная видна. И хорошо, конечно, он и наносится, и перекрывает. Достаточно хорошо перекрывает. По поводу того, сколько он держится. Ну, у меня на телефоне прекрасно отпечатывается, если хорошенько не закрепить пудрой. Это да. Вот я почему не люблю такие влажные финиши. Потому что плохо закрепишь пудрой, и потом весь телефон будет в тональном креме. Корректор. Ну, я уже не первый раз показываю. 0.2.19 из линейки Beauty Lab. Очень тонкое у него покрытие. Он нужен только для того, чтобы сравнять тон. Чтобы, вот видите, да, веки они темноватые. И мы сейчас буквально нанесем чуть-чуть. Я это все распределю. И вы увидите, насколько ровнее стал в целом тон на лице. Но вот эти жуткие синяки, которые здесь у меня, вот просвечивающих вин, он не перекроет. И не перекроет темные круги под глазами. Он их слегка припудрит, припорошит. Ничего такого не сделала. Просто нанесла корректор. И посмотрите, этот глаз более открытый теперь. А вот этот все-таки какой-то еще тяжеловатый. Я сейчас точно такой же тоненький слой нанесу и сюда. Ну, то есть он чисто освежит взгляд. Если у вас какие-то проблемы, то есть корректор вот из этой же линейки. 6181 у него артикул. Он как раз предназначен для маскировки более серьезных проблем, темных кругов под глазами. Конкретно на нем так и написано. И он желтый корректор. И у меня в последнее время было просто подряд два заказа на него. Потому что он хорошо справляется и работает. Ну все, теперь у меня абсолютно одинаковый ровный тон по всему лицу. И свои синячки я замажу корректором камуфляж от Catrice. Сейчас этот продукт у меня неизменный в косметичке. И девчонки, у меня оттенок 0,20. Сейчас покажу, как он выглядит. Я не знаю, когда он закончится. А вот в таком состоянии ему уже год. И я думаю, что еще год точно будет. Всего 3 грамма. И выглядит вот так. Не рекомендуется его наносить на все веко, потому что он будет подсушивать. Он очень плотный. И вы видели, за одно движение перекрыл синяк. Поэтому вот здесь не вариант. У вас просто будет сухая кожа. Сейчас этот корректор немножко скатается в складочках. Несмотря на то, что говорят, что не скатывается, скатывается. Особенно, если нанести побольше, пожирнее. И поэтому я рекомендую просто... Мы сейчас с вами увидим, когда начнем красить веки, чуть попозже. Одним пальчиком из складочек все уберем. И больше он скатываться не будет. Теперь закрепляем макияж. У меня пудра иллюминайзер для лица мерцающая вуаль. 60-74 оттенок этой пудры. Я думаю, что многие видели ее в каталоге. Она выглядит вот так. Но у меня, видите, уже заканчивается. И никогда не понимали, для чего она нужна. У нее нет особого оттенка. Она полупрозрачная. Она иллюминайзер. То есть она подсвечивает сразу. Вот когда я лично увидела эту пудру, я подумала, что мне она точно не нужна. Потому что она будет придавать сияние лицу, которое мне не нужно. Которое я, собственно, запудриваю. Бесцветная она практически на лице. Вы даже, наверное, не видите, где ее здесь нанесла. И сейчас мы будем припудриваться именно этой пудрой. И больше ничем. Только этой пудрой. Я беру кисть. Мне тяжеловато ее сейчас набирать, потому что она уже в остатках. И я буду просто вот такими движениями наносить ее на лицо. Ну вот сейчас на лоб нанесла. Я не думаю, что вы аж прикрыли глаза от того, что все засияло. Нет, не засияло. И она, может быть, чуть-чуть буквально высветлила оттенок тонального крема. Но лицу, на лице, мне кажется, абсолютно ничего особо и не поменялось. Никакого свечения, никакого блеска, никакого перламутра на лице не появилось. Я пытаюсь набрать из уголочка. Все уже у меня тут все крошечки сыпятся, летят. Вот так она выглядит на кисти. Немножко белеса. Кисть использовалась вчера и позавчера для другой пудры, поэтому она коричневатая. Ну а так беленький абсолютно оттенок, светленький, полупрозрачный. И несколько раз я так делаю, потому что нужно тональный крем хорошо-хорошо закрепить. Так что, если вам нужна именно закреплялка, а не что-то перекрыть, не что-то там изменить по тону, по цвету, пудру, то такой вариант очень даже подходящий. И я однозначно повторю в ближайшее время, когда будет хорошая какая-нибудь скидка. Не тем концом начала причесывать бровки. Я обязательно повторю эту пудру и буду ей пользоваться. А все цветные пудры, ну вот, например, новинка, сейчас мы ее не будем использовать, она мне очень понравилась. Конечно, вот такой формат уже можно брать с собой. Там, где нужно будет подправить макияж, это вы макияж однозначно не подправите. Она чисто для закрепления и создания, ну, такого гламурного эффекта. Вечером, наверное, его будет лучше видно, чем сейчас днем. Абсолютно естественное освещение дневное сейчас. И я демонстрирую именно, да, вот, чтобы вам показать, чтобы вы не боялись покупать этот продукт. Брови. Я уже первый раз сейчас сталкиваюсь с тем, что мне присылают рекомендации сделать ламинирование бровей. Я уже делала, кстати, в льве тресниц, кто помнит, мне порекомендовали эту процедуру. Но я вам скажу, да, ламинирование бровей, оно якобы делает брови послушными. И показывают всегда на фотографиях, что берут щеточку, как вот брови зачесали, вот, например, вот так я сейчас сделаю, они у меня все равно вернутся обратно на место. А там, после ламинирования, они прямо вот такие, как у Брежнева стоят. Ну, то есть они послушные, их можно в любое место уложить, и они так будут лежать. Ну, вот уже получила, сначала получала, вот, надо вот это сделать, сделать, и даже делают знакомые мои. А потом оказывается, что они все равно опять возвращаются в то состояние, в котором они были. Темновато как-то я, мне кажется, накрасила брови. Ну, в общем, они послушные какое-то время. Я не знаю, чем, если это состав такой же, как мне делали ресницы, ресницы, вельвет ресниц мне делали, ну, как мне показалось, обычным локоном, которым делают химическую завивку волосы женщинам. Ну, по крайней мере, аромат был, запах, не аромат, это не аромат, это вонь была та же самая, которая при вот этого локона. У моей подруги мама была парикмахер, и мы очень много времени проводили у нее. Я этот запах знаю с детства, локон, вот этого для химзавивки. Так вот, ресницы для вельвета мне завивали вот этим обычным локоном копеечным. Буквально, да, нанесли на ресницы, загнули их чем-то, и они у меня потом вертикально стояли, и я мучилась, я не могла эти ресницы накрасить. В общем, это обычная химзавивка. Я думаю, что с бровями происходит примерно то же самое. Для того, чтобы они стали менее жестким, их просто вытравливают какой-нибудь химией. Ну, так же, как вот я, да, химическим составом вытравливаю пигмент из волос, и они становятся более мягкими и послушными, чем вот те, которые сейчас у меня здесь отрастают. И я уже не могу придать объем корням, потому что там волосы мои естественные, они с пигментом, они тяжелее. И для того, чтобы у меня привычный объем появился, мне нужно либо наносить средство и под корень прям сушить феном, ну, либо вот придется уже бегом делать милирование. В этот раз очень быстро у меня отросли корни. Это не может не радовать, но меня бы больше, конечно, обрадовала не скорость роста, а качество роста, чтобы у меня было побольше новых отросших волосков, потому что маски делаю активно, и хочу, чтобы волосы у меня подрастали. Новые, точнее, не новые, а те, которые когда-то были. Кстати, все хочу в Инстаграм разместить фотографию, где мне то ли 14, то ли 16 лет, и там просто такая шевелюра на голове. Обалдеть! Я все не знаю, к чему это приурочить, но просто, наверное, выложу и все. Румяна. Румяна у меня бессменные буржуа. 34-й оттенок. Росдор. Он существует до сих пор. Моим румяном очень много лет. Я думаю, лет 6 точно, если не 8. И вот так тихонечко, легонечко я наведу румянец на щечках. Запеченные, дорогие, но очень экономичные. Я их откладывала, я их хотела выбросить, я их хотела кому-нибудь задарить, а потом, нет-нет, достаю их из своего чемоданчика с запасами. И использую неравномерно. Сейчас я подправлю. Так, беру Каял 54-37. Это синий, глубокий синий оттенок. Я вам покажу сейчас на руке. Он очень хорошо пигментирован. И иногда может отпечатываться. Я не знаю, не поняла закономерности. У меня уход примерно один и тот же всегда. И когда-то отпечатывается, когда-то нет. Наверное, потому что иногда я интенсивнее наношу, иногда послабее. Вот когда послабее, тогда они отпечатываются. Мы делаем дневной макияж, поэтому я буду очень легонечко его наносить. И я думаю, что мы никакого отпечатывания с таким нанесением не получим. Небольшую стрелочку вывожу, но еще ее буду корректировать. И по нижнему ресничному краю, тоже едва-едва касаясь, нанесу. Очень люблю теперь пользоваться Каялами. Ничего не попадает, не засыпается в глаза. Ну, в отличие от теней, да, тени у меня есть. Поэтому у меня под большим вопросом покупка палетки с тенями из новой линейки Гломтим. Ну, просто потому что нет необходимости в тенях, а покупать палетку, которая стоит 999 рублей, чтобы просто один раз протестировать и понять, что она тебе не нужна, я не хочу. Давайте посмотрим. Вот видите, немножко скопился корректор в складочке века. Это не страшно. Все, я вот сейчас его убрала, и больше у нас в этой складочке корректор не скопится. Так, ну и второй глаз. У меня практически вся коллекция Каялов. Кто-то говорил, что какие-то там есть некачественные. Мне не попалось некачественных. Есть просто те, которые помягче красят, есть которые потверже. Ну, а на водную линию я пока наносила только бирюзовый, который прям такой ярко-ярко-голубой, и вот этот. И сейчас чуть-чуть, ну, чтобы прям повторить, как было вчера, я нанесу на водную линию. И то, наверное, да, я вчера не на полностью всю наносила, именно вот так до серединки. Вообще никогда не практиковала подкрашивание водной линии, а вчера захотелось. Ну, в общем, примерно вот так у меня и было. Следующая это тушь, новинка 5248. В каталоге она у нас заявлена как удлиняющая, а на самом тюбике написано, что она еще и... Мало того, что экстремальная длина, еще и экстремальный объем. Я вот этого не поняла. Мне всегда кажется, что люди, которые пишут наименование на упаковке, совершенно не знакомы с теми, кто пишет информацию в каталоге. И как будто бы про два разных продукта пишут. Ну и тушь. В инстаграме, кто прямой эфир смотрел, где я впервые вообще красила этой тушью, видели, что я немножко намучилась с нанесением. Но вот вчера, когда я снимала видео с обзором каталога, я просто за небольшой промежуток времени накрасила то, что вы видели. Огромные реснички, длинные, объемные, и у меня не было никаких проблем. Смываю эту тушь я мицеллярной водой вербена. Вот как бы это сейчас ни странно звучало, вербена мне не щипет нигде и ничего. А эксперт фарма, которая не щипет ни у кого и нигде и ничего, мне глаза щипет. Вот и обжигает веки. Вот и все. Вот и хоть ты тресни. Ничего с этим я поделать не могу. Поэтому вербена у меня идет исключительно на глаза. Она у меня теперь вместо двух фаски. Я ей, конечно, пробовала снимать макияж из лица. Все замечательно, все классно, отлично. Но в любом случае мицеллярной водой смывать макияж с глаз мне не нравится. Я куплю себе опять в двух фаску Лориаль. Как только на нее будет адекватная цена, потому что я покупала ее последние разы, наверное, рублей за 180. Сейчас вижу только в районе 300 рублей. Не хочу за 300 покупать. Я лучше куплю за, сколько там, 360, но по акции. Я подожду немножко. Вот так получилось накрасить с одного слоя. Просто шикарная тушь. Единственное, что моим привычным способом, почему я смываю мицелляркой, прям сразу на диск наношу на накрашенные ресницы, потому что водой ее размачивать тяжеловато. Но и большой плюс того, что, ну, видимо, из-за того, что ее тяжело смывать, это как следствие того, что тушь крепко сидит на ресницах, она не осыпается, она не отпечатывается. И, ну, по идее, должна вот такие ресницы, когда прикасаются, они могут отпечатываться, но у меня такого не было. Сегодня я крашу, так, сегодня вторник, начала в субботу. Четвертый раз я ей крашу, оп, и промазала. Ну, это мы сейчас дождемся, когда высохнет, и уберем. Ну, и вот, собственно, итог. Примерно то же самое было вчера. Только я сейчас еще подкрасила вот эти реснички, а вчера подкрашивала только с наружного уголка глаза. Так, ну вот, второй глаз я подкрасила за кадром, чтобы сэкономить ваше время. Ну, а теперь будем красить помадой. 40-620 оттенок, новая помада. Это, насколько я понимаю, самый светлый оттенок. Помада у нас заявлена как увлажняющая. И в каталоге это вот так она выглядит. Футляр с магнитным колпачком, то есть вот так он притягивается и никуда не денется. Вот так она выглядит в стике. Нежно-розовый оттенок. И нарисую сейчас на руке. Может даже кому-то ярковатым показаться. Теперь по нанесению. Ну, обратите внимание, она выглядит без какого... Она без перламутра. Она без какого-либо глянца. В ней нет никаких частиц блестящих никаких. То есть она вообще выглядит таким полуматовым оттенком. Ну и на губах вы видели то же самое примерно получается полуматовое. У меня на губах сейчас бальзам нанесен. Я его уберу и буду наносить помаду без контура. То есть все как было в том видео. Ну вот здесь я несколько раз провела помадой. Наверху один слой. И видно, что с первого слоя она такая полупрозрачная. Когда настойчиво покрасишь ей туда-сюда несколько раз, то появляется более яркий оттенок. Давайте сравним с каталогом. Вот она в каталоге и вот она у меня на губах. Мне кажется в каталоге она более как-то глянцево что ли выглядит, чем на губах. На губах мы прям стопроцентный полуматовый эффект. Не полностью матовый, но полуматовый точно. Из минусов она скапливается у меня, несмотря на то, что я уголки не прокрашиваю. Она у меня скатывается в уголках. И мне это не нравится. Во-вторых, она у меня съедается вот здесь на нижней губе. И получается просвечивает естественный пигмент губ. Ну и у нее нет вообще никакого эффекта. Ни объема, ничего. Она просто перекрыла пигмент моих губ. И на этом все. По поводу эффекта здесь написано, что выравнивает рельеф губ и делает их визуально более объемными. Но я не знаю насчет более объемных. Я, честно говоря, этого точно не вижу. Потому что для объема нужны хотя бы какие-то намеки на блеск. Здесь намеков у нас на блеск нет. Здесь есть вот такой полуматовый финиш. Помада неплохая. Но и у меня нет от нее таких восторгов. Как все говорят, о, это просто мега крутая помада. У меня таких восторгов нет. У меня просто, ну, это нормальная, хорошая, качественная помада. Без эффекта какого-то там вау и тому подобных. Я не могу сказать, что она некомфортная при нанесении. Я ее не чувствую на губах. Все вроде бы нормально, за исключением тех минусов, которые я вам уже сказала. Ну, и я считаю, что она по цвету, может быть, по цветотипу мне подходит. С румяными с этими сочетается. Но она не украшает мои губы. Мне это не нравится. Она больше ближе к матовым помадам. А матовые помады я не люблю для меня. Они не подходящие. Я считаю, что вообще матовые помады подходят молодым девчонкам. А мне они только придают, вот помада матовая, придают глубину цвета. И она уходит сразу все равно в темный оттенок. И придает возраст. Для меня это 100%. Вот у меня эта матовая помада. Мы ее протестируем с вами в следующий раз. И вроде бы она тоже в самом светлом оттенке у меня. Но она темнее, чем эта. Хотя они вот, если сравнивать кисточки, они очень близки по тону. И как будто бы даже совершенно одинаковые. Но по итогу, по факту, когда она подсохнет сейчас на руке, она будет темнее и точно не для 40+. Поэтому я вот эту помаду вместе с вами, мы ее протестируем тоже в макияже. И я ее отдам. Матовые помады это не мои помады, не мой продукт. Но вам показать, конечно же, надо. И я ее покажу. Ну, в общем, делайте свои выводы. Возможно, мне, конечно, опять не повезло с оттенком. И самый светлый оттенок, возможно, трудно сделать каким-то непохожим на замазку. Я уже просто... Вот именно в полуматовых и в матовых помадах светлые оттенки очень капризные. Они, как правило, выглядят как замазка. И эта помада, конкретно которая на мне, она тоже немножко напоминает замазку. Но даже не полуматовая заявлена. Почему она так выглядит? Я не знаю. Может быть, другие оттенки совершенно иначе себя ведут. Но моя именно вот так. Ну, все. Сделали из меня человека. Теперь я пошла по делам. Ну, всем большое спасибо, что посмотрели мое видео. С вами была Марина Соловьева. Надеюсь, с пользой проверили время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok